Мы сейчас находимся на станции Артгольдау. Это железнодорожная станция пересадочная. И мы идем вот на тот трамвайчик, который довезет нас в горы. Идемте. Смотрите, вот сейчас мы поднимаемся между предпоследней и последней станцией до Риги-Кульма. Пешком здесь пройти 50 минут. То есть, по идее, можно подняться наверх и пешком выйти на предпоследней станции. Вот так вот просили подняться. Может быть, мы так сделаем на обратном пути. Мы спустимся в одну станцию без того, чтобы ехать ее на поезде. А вот это и есть вершина Риги-Кульм с швейцарским флагом. Вот здесь есть отель и ресторан, где вот тут можно посидеть, попить чай и насладиться видом на вот эти вот сумасшедшие красивые Альпы. Мы сейчас пойдем сюда, разведаем, что есть здесь. Мне кажется, здесь тоже вид должен открываться очень красивый на обе стороны. По ту сторону Риги и по другую. Ой, я уже вижу, как там красиво люди лежат, на солнышке. Да, это очень симпатично. Идемте смотреть. Да, пожалуй, я готова приезжать сюда каждую субботу и воскресенье. Вот посмотрите, чего стоят только вот эти вот лежаки на солнце. Это кайф. Реально кайф. Вот наш поезд обратно возвращается в Альт-Гольдау. Кстати, так, пользуясь случаем, рассказываю, на Риги-Кульм приходят два разных поезда, синенький и красненький. Синенький идет из Альт-Гольдау, а красненький идет со стороны озера Витцнау. Поэтому, если вы хотите сделать такой объезд кругосветной горы Риги-Кульм, то можно подняться, например, на синеньком поезде, спуститься на красненьком к озеру и обратно проплыть на кораблике к Люцерну. Ну что ж, люди идут. Видите, здесь очень много едят на велосипедах и бегают. Я, честно говоря, очень плохо себе представляю, как сюда можно прибежать. Мне сюда дойти сложно, как люди бегают. Очень сложно себе представить. А пенсионеры все вот такие, с палочками, ходят, смотрят, прогуливаются на солнышке. Вот, там уже видна наша станция. Мы туда сейчас спустимся и на красненьком поезде поедем вниз. Мы сейчас едем в сторону Витцнау, но нам только что сказали, что на путь упало дерево, поэтому проехать до конца поезд наш не сможет. Мы посередине остановимся и есть еще канатная дорога. Обычно эта канатная дорога не входит в стоимость проезда по билетам вам поезда. Но сегодня сделает исключение, мы сможем бесплатно проехаться и по канатной дороге. Смотрите, здесь клепают косы. Мы вот еще не поняли, это флешмоб или это группа выходного дня. Наверное, это группа выходного дня. Ладно, мы сюда не на косы приехали посмотреть, а мы сюда приехали, чтобы на канатной дороге спуститься вниз к озеру Вегас. Здесь такая красивая площадка, класс! Здесь даже бассейн есть. Класс, мне это нравится. Все, в следующий раз приезжаем в бассейн с видами на Альпы. Вот так выглядит канатная дорога, на которую мы тоже будем спускаться. Мы подождем следующего вагончика. И вот туда она будет спускаться. Да, тут иногда бывают отрицательные перегрузки, когда падаем вниз, да. По-моему, Вова побаивается. Ну, ты не бойся, тут возле этих столбов постоянно такие. Ой, как красиво. Сейчас спускаемся вниз. От канатной дороги где-то минут 10 нужно спуститься вниз к озеру, и там уже будет кораблик. Но вы, на самом деле, не заблудитесь точно, потому что здесь куча туристов, и маршрут проходит по городу, по деревне скорее. Я думаю, что это деревня официально. Все идут туда, спешат. Наверное, скоро кораблик. Оля, с кем ты разговариваешь? Ну, все. Мне кажется, что я нашла второе место, где я готова проводить все выходные. Посмотрите только на вот эту идиллию. Пальмы. Вот это вот спуск прямо на пляж. То есть можно прямо здесь переодеться. И вот прямо вот сюда прыгнуть в воду. Посмотрите, какая чистая вода, прозрачная. Обалдеть. Ну вот мы сейчас на кораблике ездим по Первой Альштейн-Розе. Я покажу вам кораблик, как выглядит. Можно сидеть вот здесь. Здесь, конечно, красиво, солнышко, но очень сильный ветер. А мы сели вот здесь, внутри. Здесь в кафе можно попить чай, перекусить. А вот карта. Здесь можно посмотреть, где мы. Вот мы в Витснау. Вот здесь вот мы сели в Витснау. Или в Вегасе. Или в Вегасе. Нет, в Вегасе, потому что вот спускается канатная дорога в Вегас. И сейчас, по-моему, мы направляемся в Лицерн. Да, вот так вот мы направляемся в сторону Лицерна. Но из Лицерна мы хотим дальше попробовать в Вегасе здесь поездить. И, может быть, даже сделать полный круг. Мы сейчас вот на автобусе, на вот этом, проезжаем городок Швиц, который дал название кантону Швиц. И кантон Швиц на самом деле дал название стране Швейцария. А вот это вот музей, если я не ошибаюсь, исторический. В него как-нибудь тоже приедем, посмотрим. Наверное, зимой, когда плохая погода будет, приедем в музей. Очень старый город. Прямо видно, что все такое каменное. И ни разу никто, никакая война его не разрушала. Очень симпатично. Вот мы и приехали в долину Штос. И сейчас мы будем кататься на чуде-технике, о котором я уже рассказывала. Решила сюда привезти ребят, они еще не катались. Вон там, вы уже видите, поднимаются чудо-техники из долины прямо вот туда на гору, в деревню Штос. Но поскольку именно вот этот поезд мы уже пропустили, то можно зайти вот сюда в региошоп. А магазин это непростой, он довольно особенный. Я когда первый раз сюда зашла, я не совсем поняла, в чем дело. Ну, собственно, сейчас я вам все покажу. Так, смотрите, здесь мы в особом магазине, где нет продавцов, и все на доверии. Вот с той стороны я уже набрала себе кофе. И сейчас я иду оплачивать кофе. Вот, смотрите. Так, 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 так. А, вот бар-код для горячих напитков. Да, 3,50. И будем платить. Вот так вот со стороны это выглядит чудо-техники. Такие раз, два, три, четыре. Четыре отдельные секции кругленькие, которые при подъеме в гору будут крутиться и превращаться в лифт. И вот так это выглядит внутри. Вот сейчас уже видно, как опускаются потихоньку нижние секции. Класс. Вот, смотрите. Вот так выглядит станция с другой стороны, на которую мы подъехали уже в горы. Зимой здесь все было в снегу, даже сейчас еще остались небольшие участки снега. Вот мы и добрались в деревню Штос. Находимся сейчас возле их церквушки. Она полностью деревянная, вот такая вот. А вот туда такой красивый вид. Вот там вот еще снег виден в Альпах. И, кстати говоря, деревушка абсолютно без машин. То есть сюда невозможно заехать на машине. Здесь есть только некоторые технические виды транспорта, как там трактор, снегорасчиститель. Но на обычной машине сюда заехать никак нельзя. Мы обратно возвращаемся к Штос-Бану и будем уже ехать домой. На сегодня путешествия заканчиваются. Я надеюсь, что я в поезде быстренько смортирую видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok